Здравствуйте, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. Итак, срочная важная новость с полей сражения. Украинские военные буквально только что уничтожили стратегическую систему ПВО России, С-300, но по всей видимости модернизированную систему С-300. Какая именно из модернизированных версий, пока что не очень понятно, но совершенно ясно, что это именно модификация, а не базовая версия, потому что просто таким вот системам нечего делать ближе к передовой. А это, да, как ни странно, находилось, если не совсем уж близко к передовой, то достаточно близко, и я объясню сейчас, почему именно. Ну что ж, посмотрим вот это видео. Для начала интересно взглянуть, чем именно было поражено. Наносится удар ракеты Хаммерса по РЛС этой системе, а потом наносится удар и по пусковой установке, но только уже украинским дронам. И вот здесь интересно. Что ж, если говорить именно о дальности поражения Хаммерса, то тут все понятно. До 84 километров, если мы говорим о предельной дальности, но понятно, что на пределе никогда в жизни такие системы не используют. Максимум 80 километров, а на самом деле скорее всего 70 километров для того, чтобы соответствующие реактивные снаряды 100% долетели. Значит, получается, Хаммерс должен был находиться на расстоянии примерно 30 километров от линии столкновения. Просто для того, чтобы избежать риска быть обнаруженным и пораженным. А с другой стороны, это означает, что вот эта система С-300, ну во всяком случае радар С-300, находиться должен был бы в этом случае на расстоянии примерно 40 километров от линии фронта. Чрезвычайно близко для такой стратегической системы. Ну а самое главное, что это за дрон, который поражает недалеко стоящую от этого радара пусковую установку? То есть она тоже, очевидно, в 40 километрах от линии боестолкновения, не дальше. Давайте теперь опять же по порядку. Поражающая эффективность Хаммерса давно известна. Хаммерс не в первый раз уничтожает систему С-300 именно с помощью ракет типа JMLRS, то есть М-30. Тем не менее, все же каждая такая вот атака и каждый такой результат, это всегда большое событие, потому что С-300 изначально предназначен для перехвата в том числе и вот таких вот реактивных снарядов. Тем более, если мы говорим о том, что рядом с этой системой должны были бы находиться такие вот ЗРК, как те же панцири или Торы, предназначенные для перехвата подобных реактивных снарядов. Но что касается Торы, то они вообще слабенькие, поскольку у них ракета летит медленнее, чем сами реактивные снаряды JMLRS. А вот панцири, по идее, всегда позиционировались как последний аргумент против реактивных снарядов Хаммерса. Российская пропаганда всякий раз настаивала на том, что у соответствующих систем получается эффективно сбивать JMLRS. Хаммерсы доказывали обратное, напротив, они раз за разом выжигали вот те самые панцири. Но вне зависимости от этого, перед нами нет никакой работы панцири и перед нами нет никакой работы системы С-300. А это значит, что она в очередной раз показала свое банкротство. В очередной раз я именно не просто так употребляю, я напоминаю, что именно Хаммерсы выразили систему С-300 и даже предположительно систему С-400 в Белгородской области, когда начали работать по Белгородщине сразу после разрешения бить западным оружием по российской земле. Но, на мой взгляд, куда интереснее оценить ситуацию с работой дрона по пусковой установке. Понятно, в чем последовательность. Сначала надо ослепить систему, то есть вывести из строя радар, ну а потом уже просто добивать оставшуюся без глаз пусковую установку, которая в этом случае превращается в груду металлолома. Это понятно. Но все же интересно, что же это за дрон, который может работать на таком большом расстоянии. Итак, 40 километров это предел. Вряд ли это ближе к линии фронта. Значит, получается, что этот дрон запускали с расстояния примерно, опять же, около 20-30 километров от линии боестолкновения. Этот дрон должен был бы пролететь около 70 километров. Значит, у него максимальная дальность должна была бы составить до сотни километров как минимум. Потому что, опять же, он должен идти с запасом. И тут, конечно, важно, чтобы этот самый запас был довольно серьезный. Потому что всякое может случиться. Установку могут просто переместить. Этот дрон может в ходе своего полета по каким-то причинам отклониться. И нужно иметь запас топлива, чтобы он мог перестроиться на все-таки нужный маршрут. Ну, впрочем, понятно, что в данном случае первоначально основную роль сыграл висящий в соответствующем районе украинский дрон-разведчик. Он сначала должен был бы точно установить локацию нахождения вот этой системы. А после этого уже работает непосредственно группа дронщиков, запускающая ударный вот этот самый дрон. Таким образом, по большому счету, он, скорее всего, прошел по большей части именно по прямой. Он вряд ли петлял, впрочем, кто знает, ведь если где-то рядом стоят, например, те же РЭБы или ПВО, он их как-то обходил. А мы видим, опять же, что ни РЭБы, ни ПВО не остановили ни JMLRS, ни вот этот самый дрон. А теперь, внимание, что за дрон? Что ж, отвечая на этот вопрос, нужно вспомнить о том, а сколько на таком, возможно, похожем, возможно, чуть меньшем расстоянии, но, тем не менее, существенном расстоянии, уничтожали системы именно ПВО оперативно-тактического значения в последние месяцы. Я говорю, конечно, об украинских ланцетах, о которых я неоднократно говорил и которые не перестают меня восхищать. В чем, собственно говоря, их главная изюминка, если хотите? Ну, для начала, очевидно, это дрон Камикадзе. Понятно, это здесь как бы уже никого не удивишь. Но самое главное, это не простой дрон Камикадзе, таковых уже много, самого разного рода. А это, мне кажется, что-то вроде FPV-дрона. Во всяком случае, камера у него 100% есть. Если это FPV-дрон, то каким образом им управляют на таком большом расстоянии? Понятно, почему работают и весьма эффективно работают многочисленные дроны FPV-камикадзе, которые летят до 10 километров. Потому что там достаточно простой модемный аппарат, который позволяет оперировать оператору на вот этом самом коротком расстоянии до 10 километров. Все, что больше, уже приводит к трудностям в управлении. Просто дальше уже требуется специальный, более продвинутый модем. Требуется дрон-ретранслятор. А тем более, когда речь идет о расстояниях 50-60-70 километров. Там ведь вот еще какая проблема возникает. Там возникает проблема такого характера, что называется кривизна вот той самой земной поверхности. Просто когда этот дрон начинает наводиться уже внизу на цель, то, соответственно, вот в этой области уже затруднено управление им, потому что происходит перекрытие между оператором и вот тем дроном. Поэтому там особенно нужны какие вещи? Ну, во-первых, хорошо работающий дрон-ретранслятор. А во-вторых, конечно, требуется машинное зрение и искусственный интеллект, который уже на финальном этапе наводит этот дрон самостоятельно. И вот это очень важный момент. То есть, еще раз вдумайтесь, украинцы внедрили в промышленных масштабах АИ, который самостоятельно выявляет цели и наводит на эти цели дрон, ну, как минимум, на финальном отрезке полета. Такой дрон не дешев, конечно, он не менее сотни тысяч долларов стоит. Но он же и поражает тот объект, который стоит в десятки, в сотни раз дороже вот этого поражающего дрона. Я уж не говорю про его, эту самую вот объекта, военно-техническую значимость. Но, на самом деле, мне кажется, это первый вообще за всю историю применения украинских ланцетов в случае, когда поражается вот этим самым ланцетом именно стратегическая система ПВО, такая как вот С-300. Скорее всего, еще раз продвинутая система С-300. То есть, модернизированная, непростая. Соответственно, только что этот самый украинский ланцет, можно сказать, да, прошел боевое крещение особой целью. До этого он уничтожал множество панцирей, торов, буков, но никогда еще не уничтожал С-300. Но есть и другой вопрос. А что делает С-300 так близко к линии фронта? Ну, действительно. Но ведь она должна же защищать, по идее, другие участки фронта. Понятно, что такую систему никогда не развернуть просто так вот, условно говоря, по желанию какого-нибудь младшего лейтенанта. Это было решение в каком-то серьезном российском штабе, какого-нибудь высокопоставленного начальника, какого-нибудь полковника, если не генерала. А это, друзья мои, на самом деле, последствия того, что России начинает не хватать определенных специализированных систем ПВО. Вот таких, как буки. Буков Россия потеряла очень много. Просто колоссальное количество. И вот тут и возникает та самая проблема шпагата, на который Украина садит Россию, уничтожая многочисленные стратегические системы ПВО и системы ПВО среднего и ближнего радиуса действия. Я здесь процитирую израильского эксперта Игаля Левина. За этот год баллистические ракеты «Этакмс» хорошо проредили российские ЗРК такого типа. Однако в данном случае, а он комментирует как раз этот случай, «Этакмсы» не потребовались. РЛС была накрыта куда более распространенными ракетами «Джмел-РС», а пусковая установка и вовсе дроном «Камиказа». Потери ЗРК сейчас наиболее болезненны для российского командования, так как они необходимы и на передовой, и глубоко в тылу для защиты от украинских дальнобойных ударов. Видео опубликовано фондом «Повернись живым». Это действительно так. Правда, пока что не очень понятно, собственно говоря, где именно произошло то, что произошло. Ясно только то, что сработал беспилотный комплекс «Шарк» в качестве разведчика. И он, кстати, уже не первый раз демонстрирует свою очень высокую эффективность, устойчивость, в частности, против российских рэп, что особенно здесь нужно подчеркнуть. Я не знаю, еще раз, где это. Это вполне возможно восточное направление, если это действительно восток. А судя по ландшафту, посадкам поля, это действительно именно что-то вроде Донецкой области. Что ж, у России, похоже, плохие новости. Это получается, что, с одной стороны, у нее не хватает на самом остром для нее направлении систем ПВО, и она потеряла еще одну такую чрезвычайно дорогостоящую. Особенно важна потеря радиолокационной станции, потому что самое главное в таких системах – это вот эти самые РЛС. Они высокотехнологичны, их очень трудно построить в условиях санкций, поскольку это и долго. И самое главное – это потребует чрезвычайных усилий, чтобы вообще говоря, собрать из подсанкционных компонентов, ручейки которых сокращаются, вот такую вот сложную систему. Ну и таким образом это показывает, что Россия в своем оголтелом стремлении любой ценой заполучить Покровск, не то что Покровск и Селидова не получает, и вот прочие города-крепости, которые стоят там, а при этом теряет не только стремительно, причем в огромнейших промышленных масштабах живую силу, ну ладно, Путину на эту силу наплевать, но еще и чрезвычайно ценное оборудование, без которого Донецкая область может очень быстро превратиться вот в то для России, что превратилась в Курской области, где украинцы, особенно в первые недели вторжений, доминировали в воздухе. Друзья, у нас отличные новости. Сбор на 11 тысяч евро на пикап 4 на 4 для спецгруппы Главного управления разведкой Украины завершен. Огромнейшее спасибо всем, кто помогал. И самое приятное, что тут же пошел прогресс в рамках следующего сбора. Сбора на специальные дроны, которые сейчас изготавливает группа сил специальных операций, точнее говоря, конкретное подразделение в рамках ССО Украины, возглавляемое Константином Мельником, специалистом по дальней беспилотной авиации Украины. Речь идет о дроне, который будут выполнять две задачи. Первая – это задача отвлечения вражеского ПВО, а вторая задача – это уничтожение воздушных, ну то есть БПЛА разведчиков. То есть, ликвидируя глаза России, вы мешаете России наводить ракеты «Искандер». Цель этого сбора – 40 тысяч евро. Подробное интервью с Константином Мельником, где мы в том числе вот об этом говорим, вы найдете в описании к этому видео. Переводить пожертвования в пользу команды Константина Мельника можно через литовскую благотворительную организацию «Хаплон Фоундейшн», через реквизиты, которые я опять же указываю в описании к этому видео. Банковский счет «Хаплон Фоундейшн», а также «Пейпел-счет». Помочь каналу «Ньюсейдер», если вам нравится то, что мы делаем, можно через ресурсы, опять же, данные в описании. А именно «Пейпел», «Патриот», «Байми кофе», «Банковский счет» с реквизитами «Суперспасибо» от YouTube, в виде отдельных кнопок под каждым нашим роликом. Огромнейшее спасибо всем, кто помогает «Ньюсейдеру», вы позволяете нам работать дальше. Те, кто переводят пожертвования в пользу ВСУ, ССО, ГУР, Украины, эти люди спасают жизни, и жизни бойцов, и жизни, естественно, мирного населения в Украине. Друзья, сейчас на ваших экранах это очередной отчет о поступлении средств на организацию «Хаплон Фоундейшн», которую мы с литовским волонтером Жилинсом Святоисом основали несколько месяцев назад. Сам Жилинс сейчас находится в Украине, куда он повез оборудование, на которое вы собрали средства в рамках предыдущих сборов. Часть оборудования он передает 47-й бригаде, которая работает на Покровском направлении. Часть оборудования он передает роте, командиром которого является Руслан Рогованов. Это в составе новой бригады ВСУ, одной из 14 бригад, которые сейчас готовятся в Украине. Огромное подяга Сашей Кушнареву и полноценному фонду «Хаплон» за оказанную допомогу. Ну, будет чем копать теперь. Ура! Ну да, слава Украине! Первая слава! Низкий поклон всем, кто остается с Ньюсейдер, друзья. Мир и здоровья! До скорого!